Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Ковина предлагает юным читателям послушать сказку Михаиля Энглера «Ты мой лучший друг». В настоящей дружбе разлука не помеха, ее не могут разрушить никакие ссоры и обиды. Не верите? Вот послушайте историю про друзей кролика и ежика. Нам рассказала ее лесная мышка. Она говорила, что все в ней чистая правда до последнего словечка. Как-то раз шел по лесной тропинке колючий ежик, а навстречу ему пушистый кролик. Увидели они друг друга, замерли на месте и от удивления позабыли обо всем на свете. «Какая у тебя мягкая шерстка!» – сказал ежик. «И какие у тебя длинные уши и хвостик пимпочкой!» «Никогда такого я не видел!» «А какие у тебя острые иголочки и мокрый нос!» – сказал кролик. «Давай дружить!» Вот так вышло, что они подружились. Каждое утро кролик бежал на поляну, а там его ждал ежик. «Привет, кролик!» «Привет, ежик!» И до позднего вечера они играли, веселились и говорили обо всем на свете. Кролик считал, что ежик самый умный в лесу. Ежик считал, что кролик в лесу самый веселый. Они никогда друг друга не надоедали. «Мы с тобой самые лучшие друзья!» – говорил кролик. «Да, таких друзей на свете не бывает. Не разлей вода!» – говорил ежик. Они играли в прятки, пускали мыльные пузыри на ручье, ловили улиток для ежа, копали для кролика морковку. Целое лето они не расставались. «Хорошо, что мы с тобой познакомились, правда?» – говорил кролик. «Даже не знаю, как бы я жил, если бы тебя не встретил!» – отвечал ежик. «А давай никогда не расставаться!» – предложил кролик. «Давай!» – обрадовался ежик. «Я научу тебя барабанить, знаешь, как громко я умею!» «Смотри!» – кролик побежал к пеньку и стал быстро-быстро бить по нему лапами. «Вот здорово!» – восхищался ежик. «Вечера меня любили смотреть на небо и беседовать!» «Ты знаешь, ежик, почему идет дождь?» – спрашивал кролик. «Да, конечно, знаю!» – отвечал ежик. «Потому что небо мокреет!» «И это всем известно!» «Как это?» – удивлялся кролик. «Разве можно его пощупать, чтобы узнать, сухое оно или мокрое?» «Это очень просто!» «Если небо серое, то оно мокрое, из него идет дождь!» – уверенно отвечал ежик. «А значит, если оно синее, то сухое?» – спрашивал удивленный кролик. «Как ты это узнал?» «Просто я очень наблюдательнее!» – скромно отвечал ежик. «Ты точно самый умный в лесу!» – восхищался кролик. Тем временем лето подошло к концу. Не стали короче, ночи длиннее. Подул холодный ветер. Облетели цветы на полянке. Пожелтели зеленые поля, где кролик и ежик собирали улиток и морковку. Лягушки перестали квакать у ручья. Птицы собрались в стаи и улетели в теплые края. Все звери готовились к оснеплению холодов. «Кролик, давай я тебя научу сворачиваться в клубок!» – предложила однажды ежик. «Это очень просто! Ты сможешь как так проспать всю зиму и ни о чем не беспокоиться!» Ежик показал, как правильно сворачиваться в клубок. «Но ты скажешь, тоже всю зиму спать, что ли?» – засмеялся кролик. «Разве так можно?» «Давай лучше поиграем в прятки! Чур, я вожу!» Он зажмурился и начал говорить считалочку. «Раз, два, три, четыре, пять!» «Вышел зайчик погулять!» «Вдруг охотник выбегает!» «Прямо в зайчик и стреляет!» Он ночью любил этот стишок про зайца и охотника. Когда он сочетал все до конца, то открыл глаза и увидел перед собой ежика. Тот никуда не ушел прятаться, а грустно смотрел на друга. «Ты почему не прячешься, ежик? Хочешь сам водить, да?» «Нет!» – вздохнул ежик. «Я устал, я ухожу. Прощай, кролик!» С этими словами ежик медленно повернулся и устало пополз в лес. «Подожди! Ежик, ну куда же ты?» – испоконно закричал кролик. «Разве я тебя чем-то обидел?» «Мы же обещали друг другу, что будем друзьями разлива, да?» И он горько заплакал от обиды. «Ну и ладно! Не хочешь – дружить и не надо! Не нужны мне такие друзья!» – кричал он. Ежик слышал, как плачет кролик, но даже не оглянулся. Он сам не понимал, почему больше не хочет ни играть, ни веселиться. Ежик хотел только одного – спать. На следующее утро кролик снова пришел на полянку, где они с ежиками играли все лето. Вдруг он пошутил или передумал. «Может, у него было плохое настроение? Или, может быть, сегодня оно исправилось?» – гадал кролик. «Приду сейчас, а он ждет за деревцем. Выпрыгнет и засмеется, и все будет как прежде!» Мышка очень жалела кролика. Она пряталась от ветра за деревьями, но я оттуда видела, как грустит кролик. «Может быть, ежик заболел?» – шептал он. «Или у него срочные дела?» «Надо подождать, ведь мы обещали друг другу, что будем друзьями на всю жизнь!» И так он проходил на полянку каждый день. Он видел, как в лес постепенно приходит зима, попали последние листья, дождь минился снегом, Солнце стало редко выходить из облаков, а ежика все не было. «Может быть, его унес орел?» – думал кролик. «Я слышал, как бывают орлы, которые нападают с неба и уносят маленьких зверушек себе в гнездо. Вдруг такой орел унес и его? Но ведь у ежика такая колючая шубка! Ему не страшны никакие орлы!» Потом кролик вздохнул и проговорил. «Мне кажется, он вообще никогда не придет!» И все равно кролик не сдавался. Как-то раз он пришел на полянку и увидел большого черного ворона на дереве. «Твой друг не придет?» – прокаркала птица. «Откуда ты знаешь?» – спросил кролик. «Разве ты его встречал?» «Он сам тебе это сказал!» Ворон хрипко засмеялся. «Нет, зато я встречал многих других ежей за свою жизнь!» «И почему же он не придет?» – спросил кролик. «Да потому что зиму ежи впадают в спячку!» «Ты зря только тратишь свое время!» «Спи, твой ежик, с самой осени!» «Вот ты все!» – важно ответил ворон. «А когда он проснется?» – спросил кролик. «Все еще не веря своему счастью!» «Весной, конечно, глупенький!» – каркнул ворон и улетел. Кролик запрыгал на месте от радости. «Так значит, ежик не перестал со мной дружить!» «Просто он хотел спать, а я обижался на него!» С этого дня у кролика появилось новое очень важное дело. Он принялся рыть глубокую нору, такую удобную и красивую, какой не было во всем лесу. «Если ежику нужно спать зимой, тогда я сделаю для нас самую лучшую норку в лесу, и мы больше никогда не будем разлучаться!» – решил он. И вот, когда пришла весна, у кролика все было уже готово. Он с нетерпением ждал, когда проснется ежик. Однажды, теплый днем, ежик, зевая, вылез из-под кучки сухих листьев. Он жмурился от солнца, фыркал и протирал глазки. Кролик первым его увидел. «Ежик!» – закричал кролик. «Кролик!» – закричал ежик. Они бросились друг на друга и крепко обнялись. «Значит, ты не обиделся, что я ушел?» «И будешь со мной дружить дальше?» – спросил ежик. «Да, конечно!» – отвечал кролик. «Пока ты спал, я выкопал нам большую нору. Спить не хочу. Теперь мы с тобой не расстанемся. Да мы теперь...» «Друзья, не разлей вода!» – засмеялся ежик. Многие звери радовались, глядя на других друзей. Ежик и кролик по-прежнему любили сидеть по вечерам в своей норке и беседовать по душам. «Смотри, ежик, как ярко светит месяц! Как ты думаешь, сколько нужно времени, чтобы на него собраться?» – спросил кролик. «Думаю, не меньше трех дней», – важно ответил ежик, который не любил признаваться в том, чего не знает. «Так много!» – доверчиво удивился кролик. «А как ты думал, сначала нужно дойти до края земли за дальним холмом и подняться по небу наверх», – объяснил ежик. «Подумай только», – прошептал потрясенный кролик. Утром друзья отправились к ручу омываться и чистить зубки. И тут кролику пришла в голову одна идея. «Ежик, давай играть!» «Игра называется «Кто перепрыгнет через ручей?»» – предложил он. «Прыгать очень легко!» «Видишь, этот большой камень в воде?» Сначала прыгай на него, а оттуда – на другой бережок. Кролик ловко у два прыжка перепрыгнул на ту сторону. Вот так. Ежику игра понравилась. Он позабыл, что у кроликов лапки длиннее, а у ежиков короткие. Старательно разбежавшись, он прыгнул прямо в воду. Перепуганный кролик помог ему выбраться на берег. Этот разговор услышала рыжая белочка. «Кролик, хочешь, я пойду с тобой?» – спросила она. «И буду с тобой дружить. Посмотри, какой у меня пушистый хвост. Я умею перелетать с дерева на дерево. Могу и тебя научить». «Я тоже немножко умею летать», – гордо сказал кролик. «Показывай на камень посреди ручья. Могу прыгнуть вон туда». Белочка посмотрела на ручей и подумала, что он слишком широкий. Вслух она ничего не сказала, а потом небрежно махнула лапкой. «Нет, проще простого, только это скучная игра», – добавила она. «А во что бы ты хочешь поиграть?» – спросил кролик. «А давай в прятки. Ты знаешь, что белки прячутся лучше всех». Кролик был так восхищен своей новой знакомой и ее пушистым хвостом, и умением летать, что даже позабыл про свой голод. «Ежик, ты водишь», – воскликнул кролик, – «а мы прячемся». Белочка засмеялась от удовольствия и захлопала в ладоши. «Ура, ура, играем в прятки!» Ежик согласился играть. Он совсем недавно научился считать, и только до десяти. Иногда он пропускал цифры и путал их местами, но все равно считать ему очень нравилось. Он отвернулся, закрыл глаза и громко произнес «Раз, два, три, шесть! Ой, то есть четыре!» Когда ежик открыл глаза, кролик с белочкой исчезли. Ежик прилежно заглянул за пенек, обследовал каждый кусик, посмотрел за деревьями. Поблизости никого не было. Тогда он поднял круглый черный нос и принюхался. К кроликам и не пахло. «Может быть, он поскакал в огород за морковкой?» – подумал ежик. Недолго думая, он отправился туда и как следует обыскал каждую грядку. Он громко звал кролика, а бегал все поле вдоль и поперек. Да только все напрасно кролика нигде не было. «Ежик, ты ищешь кролика?» – вдруг прокаркал вора, сидевший на ветке. От неожиданности ежик даже вздрогнул. «Ой, здравствуй, ворон!» «Да, еще, ты его не видел?» Ворон важно расправил крылья, пригладил перья и ответил. «Здравствуй, ежик!» «Да, я его видел!» «И где же он?» – с нетерпением спросил ежик. Я видел, как он поскакал в чащу леса вместе с Белочкой. Смотреть на них – одно удовольствие. У обоих мягкая пушистая шорстка. Им было очень весело вдвоем», – ответил вора. Услышав это, ежик огорчился. «Как же так? Кролик позабыл о нем, оставил его одного?» Ну, еще друг называется. В этот поздний вечер ежик искал кролика повсюду. Он звал его на опушке леса, высматривал на берегу ручья и на полянке, где они любили играть. Солнце закатилось за холмы, наступили тихие сумерки, а кролик так и не появился. Ежик очень устал. Он уселся на переговорок и задумался. «Как же так? Ведь мы с кроликом были друзья, не разли и зима. А теперь получается, нет? Может, они с белкой смеются надо мной? Ведь я такой колючий и неуклюжий, а белочка гладкая и пушистая и умеет прыгать через ручей, – думаю, ежик. И чем больше он думал об этом, тем сильнее грустил, печалился и, наконец, горько заплакал от обиды и одиночества. Ночью крыло лез и лук звездным покрывало. Все вокруг затихло, звери и птицы крепко спали, спрятавшись под своим нором и гнездом. И только слышно было, как шелестят листья на деревьях и как в траве пиликают кузнечики. Ежик сидел возле своей норы, кролик так и не вернулся домой. Докого раньше никогда не было. Ежик очень рассердился. Ну и пусть не буду больше с ним дружить. Глупый-глупый кролик и белка тоже глупая. Подумаешь, гладкая шерстка, – шептал он, смахивая лапками слезы. На следующий день ежик твердо решил найти кролика и сказать ему все, о чем думает. Ведь лучик друзей не бросают одних, даже если у них колючая шубка. Ежик шел и бурчал себе под нос, когда услышал робкий, дрожащий голос кролика. «Наконец-то ты меня нашел!» Оглянувшись по сторонам, удивленный ежик никого не увидел. «Ежик, я тут, на дереве!» – раздалось снова. Ежик увидел своего друга, который прижался к толстой ветке. «Что же ты там делаешь, кролик?» – воскликнул ежик. «Белочка помогла мне спрятаться на дереве, а потом ушла и забыла показать, как с него слезать!» – воскликнул кролик. «Вся досада и злость у ежика сразу прошли!» «Я тут сижу за вчерашнего дня, и не знаю, что мне теперь делать!» – добавил кролик. Ежик позабыл, что собирался говорить с кроликом на чистоту. Он бросился сгревать сухую листву под деревом. «Прыгай, прыгай, кролик!» – воскликнул ежик, собрав листья в кучу. Его друг бесстрашно бросился вниз, когда друзья крепко обнялись у ежика от обиды и следа не осталось. «Ежик, как же хорошо, что ты мой лучший друг!» – прошептал кролик. Вдвоем они отправили завтракать на огород. Кролик вдоволь наелся морковки. Ежик полаканулся улитками, а после этого они снова пошли прыгать через ручей. Сегодня у ежика получалось лучше, чем вчера. Пришла к ним и рыжая белочка. «А я прыгаю лучше вас!» – похвасталась она, как будто вчера я не бросала кролика одного на дерево. С этими словами они разбежались и хлюпнулось у ручей. Друзья помогли ей выбраться на берег. «Если хочешь с нами дружить, – сказал я ежик, – то не хвастайся и не бросай друзей в беде!» – добавил кролик, «Чтобы никто не плакал и чтоб всем было весело!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова